Можно ли получить доступ к 100% своего мозга? Наверное, нет. Но это то, чего достиг Эдди Мора, сыгранный Брэдли Купером в известном фильме «Область тьмы». После принятия таблетки НЗТ-48, мозг Эдди достиг его полного потенциала. Но для нас не важно, что за таблетку он съел и как начал работать его мозг. Нас интересует его трансформация. Через что он прошел, что изменилось в его жизни на уровне внимания, действий и мысли. Мы обозначим точку А, из которой он вышел, и определим точку Б, в которую он приходил всякий раз, принимая волшебные НЗТ. Пункт А. Эдди до НЗТ-48. В начале картины Эдди предстоит перед нами писателем в творческом кризисе. Его жизнь ужас, мотивация потеряна, а вдохновение давно его не посещает. Он выглядит как бомж, а живет в квартире, которую легко можно перепутать с мусоркой. С самого начала Эдди неудачник, но неудачник по выбору. Пункт Б. Сравнение до и после НЗТ. Дом. Неужели я и правда здесь живу? Кто бы захотел жить вот так? Моя первая мысль – сжечь все. Но сознание победило. После соблазнения соседки первым делом он идет на кухню и удивляется. Неужели кто-то может жить здесь? В следующие несколько часов он приводит в порядок свое жилище. С чего вдруг человек, который открыл в себе бесконечный потенциал мыслительной силы, проводит половину дня, очищая старую квартиру. Ведь гораздо полезнее было бы не теряя времени заработать побольше денег или достать влиятельных друзей, пока эффект не закончился. Вот тут-то и открывается первый приоритет – окружение. Если ваше окружение – помойка, то в голове будет то же самое. Если вы мыслите четко, логично, спокойно и упорядочно, то и окружение будет такое же. Первостепенная цель продуктивной жизни НЗТ-48 – это качественное окружение. Избавьтесь от лишнего, организуйте важное, повторите дважды. Что это было? Я был абсолютно сознателен, я не курил 6 часов, не ел. Мы закончили с очищением окружения, но у вас большие проблемы, если вы курите, пьете или переедаете, пытаясь улучшить свою жизнь. Питание – это зарядка энергии, а не психологическое удовольствие. Курение и алкоголь не приносят ничего, кроме вреда. А успешный человек старается избавиться от того, что приносит ему вред. Он не ел 6 часов и это может показаться вредным с первого взгляда, но только тем, кто не знает о пользе периодического голодания. Если же периодическое голодание слишком вас пугает, просто почистите свою диету. Чаечки, печеньки, булочки, соусы, майонезы и прочий мусор нужно выкинуть сразу. Внешний вид. Во второй день на НЗТ-48 Эдди заметил свои неопрятно обросшие волосы и небритую шею. От этого нужно избавиться. Он подстригается, переодевается и направляется к портному. Но почему внимание к своему внешнему виду так важно? Опрятный вид отражает сущность человека. Мир это наше собственное отражение. После портного он отправляется в тренажерный зал. В следующей сцене он бежит по берегу океана, параллельно учая иностранный язык. Теперь он может делать все. Но суть в том, что он просто понимает, что нужно делать. И нет ничего необычного в том, что он делает. Я научился играть на пианино за три дня. Математика наконец обрела пользу. Даже услышав фразу на незнакомом языке, я тут же мог на нем говорить. Как я упомянул выше, выполняя пробежку, он слушает уроки иностранного языка. Разумеется, результат которого он достигает нереалистичен для обычного человека. Но для нас важно, что он делает, а не как быстро. Он постоянно скармливает информацию своему мозгу. Ведь он не просто понял, как играть на пианино. Он купил его и начал играть. Начав играть, однажды научишься. Слушайте подкасты по дороге на работу, читайте книги, посещайте онлайн-курсы, учитесь что-то ремонтировать, играть на инструменте, изучать языки. Словом, делайте то, что вам по душе и чему вы можете научиться самостоятельно. Я был на высоте. Все было очень чистым и понятным. Я знал, что я должен делать, и я знал, как это нужно делать. Здесь тоже ничего сложного, он просто видит конечную цель. И от конечной цели он провел прямую до того места, где он сейчас. И он точно знает, что нужно делать ежедневно, чтобы добиться того, что ему нужно. Все мои страхи и застенчивость пропали. Высокоэффективный человек не позволяет себе тратить время на страхи и боязни. Эдди проводит много времени в людях, делясь мнением с другими. Так он заводит новые знакомства, и именно знакомство приводит его к самой высокооплачиваемой работе в его жизни. Я больше не мог валять дурака. Стагнация – это синоним регресса. Если вы не двигаетесь вверх, вы очень быстро скатываетесь вниз. Таковы законы физики. Он говорит, что готов был взорваться, если не двигался вперед. Заставьте себя расти постоянно. Нет конечного результата, есть только процесс роста. Наслаждайтесь моментом, а не предвкушением. Единственной ошибкой человека в достижении величия является его ожидание волшебной таблетки. Предлагаю вам не дожидаться, когда изобретут НЗТ, а воспользоваться моментом и обрести силу. Чести и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok